Музей Мания 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 Обязательно тросточка, это некий с сушеной старый молодой человек, с сушеной болезнью. Нет, в 80-е годы он выглядит совершенно иначе. Он молод, здоров, весел, жизнелюбив и жизнерадостен. И первый портрет живописный, который запечатлеет молодого писателя, принадлежит кисти его брата Николая Павловича, который брата нарисовал вот таким. Второй портрет тоже принадлежит кисти старшего брата Николая. Он, как и первый, не окончен, ухо здесь не дописано, но этот портрет Чехов считал одним из самых достоверных. Здесь тоже писатель представлен не совсем в привычном нашему современнику виде. Однако в московские годы в этом доме, где было молодо, весело, разнообразно, он был именно таким. Конечно, годы жизни на Садовой и Кудринской связаны и с большим литературным окружением, которое каждый день практически бывает здесь, с театральным окружением. И нужно сказать, что именно здесь Чехов пишет первые одноактные пьесы и первые крупные вещи, такие как Иванов, например, или Леший, которые пойдут на сценах императорских столичных театров и в частной антрепризе. Ну, например, в театре Федора Абрамовича Корша, который сохранился и по сей день, и в котором теперь находится театр наций. Именно там состоится премьера и чеховского «Медведя», и чеховской пьесы Иванов, первого варианта. Ну, а самое интересное, где все это происходило, как писались чеховские произведения, конечно, можно узнать в его кабинете. Ну, вот именно за этим письменным столом было написано более 150 произведений, в том числе первые крупные вещи, первые крупные пьесы Иванов и Леший. Здесь же в повести «Степь», скучная история, с которыми Чехов вошел в большую литературу. В этом, конечно, помогли старшие товарищи, писатели, поэты, например, Алексей Николаевич Плещеев, которого Чехов безмерно уважал за то, что тот откликнулся на его раннее творчество, увидел в нем талант, за то, что ввел в круг «Северного Вестника» журналы, где стал публиковаться Чехов, за то, что познакомил в 87-м году с Петром Ильичом Чайковским, которого обожала вся семья. Среди гостей этого кабинета было, конечно, много писателей, но самые любимые, самые драгоценные гости этого дома, конечно, Алексей Николаевич Плещеев, Дмитрий Васильевич Григорович, который первым Чехову написал о необходимости бросить занятия в малой прессе, в газетах и журналах, и писать крупное, хранить впечатление свои для чего-то крупного, серьезного. Это, конечно, ближайший друг семьи Исаак Ильич Левитан, подаривший в 87-м году эту фотографию Чехову, с ним Чеховы познакомились еще в студенческие годы, в 79-м году, и гость, который побывал всего один раз, 14 октября 89-го года, композитор Петр Ильич Чайковский, оставивший на этой фотографии не только дату посещения этого дома, но и посвящение Антону Павловичу Чехову от пламенного почитателя. Здесь, именно в этом кабинете, Чехов и Чайковский планируют написать оперу по Лермонтовской белле, но, к сожалению, в 90-м году из этого дома Чехов уезжает на Сахалин и на восток, а Чайковский в Западную Европу с гастролями. Здесь очень много немых свидетелей прошлого, это предметы, которые могли бы рассказать гораздо больше, чем люди, о том, как Чехов работал. Два подсвечника в форме драконов, очень модные в конце 80-х годов 19-го века, и предмет, который объединяет на самом деле и сведения о Чехове враче и о Чехове писателе. Это чернильница с фигуркой лошади, которую, по легенде, подарили две швии, которых Чехов лечил бесплатно. Здесь с 12 до 3 этот кабинет превращался в приемную доктора Чехова. Именно в московские годы формируется библиотека Чехова. Многие книги он покупает у старьевщиков на Сухаревке. Некоторые книги обретают благодаря знакомству с издателями, например, Алексеем Сергеевичем Сувориным, с которым в конце 80-х годов он довольно-таки близок. И, конечно, в библиотеке Антона Павловича много медицинских книг, много книг, связанных с литературой и искусством. Но это и первые публикации чеховских произведений, это и довольно-таки редкие издания, собрание сочинений Пушкина, которое было в библиотеке писателя. Но есть и книги Чехова, хотя есть и книги из библиотеки Чехова, хотя многие из них Чехов отправил в Таганрог, в родной город, для того, чтобы сформировать там библиотеку. Здесь легко вообще представить живую жизнь семьи, быт семьи и ее бытие. Сохранилось очень много вещей, которые позволяют представить даже спальню Чехова. Украинскую плахту Чехов закажет в 1889 году у друзей семьи Лентваревых. Все ткани имеют метки АЧ, вышитые сестрой и матерью писателя. В музей они были переданы еще в 1920-е годы, Ольга Леонардовна и Книпер, а также в 1950-е годы поступили из Ялтинского музея писателя. Можно сказать, что каждый вечер в этой гостиной собираются гости, близкие друзья Чеховых, знакомые, родственники, и каждый вечер звучит музыка. Здесь звучат совершенно разные произведения. Мы знаем по письмам Чехова, что он особенно любит две оперы, Евгений Онегин Чайковского и Кармен Безе. При этом здесь могут быть цыганские песни, здесь могут быть арии из оперы «Оперет», и могут быть совершенно обычные, простые городские романсы. Это все то, чем наполнены и произведения Чехова. У него никогда музыка не звучит случайно. Это всегда то, что он хорошо знает, и всегда то, что позволяет лучше понять смысл произведения. В обстановке гостиной все почти так же, как и при Чеховых, как это зафиксировано на почтовой бумаге Михаилом Павловичем. Например, два подсвечника, подаренные еще родителям на свадьбу. Часы, которые получены были оригинальным способом. Дело в том, что не только Чехов, но и его брат Николай работали в малой прессе, в газетах, журналах, еженедельниках, юмористического свойства. И одна из редакторов, Лидия Николаевна Уткина, издательница, точнее, журнала «Будильник», расплатилась с Николаем за рисунки, гарнитуром мебели и часами. Поэтому, когда к Чехову пришел один из собратьев по Перу, Александр Семенович Лазарев-Грузинский, Чехов сказал ему, «Александр Семенович, вот посмотри, что дала мне литература». И указал на гарнитур и на эти часы. И, пожалуй, один только предмет напрямую не связан с семьей, он более позднего времени, но я его искренне люблю. Это термометр более поздний, модерновый, начало, может быть, даже 20 века. Но он принадлежал владельцам этого дома, Корнеевым, у которых Чеховы арендовали этот дом. Вообще дом пережил очень многое, и после Чеховых здесь еще несколько владельцев Корнеевы продают этот дом. Ну, а после 2018 года здесь устраиваются уже коммунальные квартиры. Живут и инженеры, и врачи, и рабочие хлебокомбинаты, например, говорят, что жила и охрана Берии. Именно поэтому дом до 1953 года не мог сделаться музеем, стать музеем. В гостиной собираются не только известные писатели, литераторы, но и гости и сестры Чехова Марии Павловны, которая преподавала в Московской гимназии Любовью Федоровны Ржевской на Садовой Самотечной, неподалеку отсюда. И, конечно же, принимала, привечала и гостей своих братьев. Эта комнатка была разделена ею на две части. В одной была рабочая половина, а во второй комната половина для отдыха, где можно увидеть очень много дамских мелочей. Это все подлинные вещи Марии Павловны. Даже сеточки для волос, даже палочка для плетения бисером, флакончик с нюхательными солями – все это она передавала в Чеховский музей в Москве. 21 апреля 1990 года Чехов именно из этого дома отправляется в долгое тяжелое путешествие на Сахалин и на восток. Оно продлится 8 месяцев, и только путь до Сахалина по всей Сибири займет более 2,5 месяцев. В нашей коллекции довольно много предметов, которые связаны с этим путешествием, но здесь выделено всего четыре. Это две фотографии. Одна из них сделана в пространстве Кудринского дома, напротив дома Корнеева, где писателя 5 или 8 апреля 1990 года провожают близкие знакомые и члены семьи. Здесь Чехов с мичманом Григорием Николаевичем Глинкой держат на руках двух мангустов. Этих мангустов они приобрели на Цейлоне и привезли их уже не на Садовую Кудринскую, а на Малую Дмитровку, где Чеховы сняли флигель, сняли следующее жилье. Ну и, конечно, книга «Остров Сахалин», которая стала итогом этой поездки. У нас в коллекции самая главная, самая любимая, конечно, книга с дарственной надписью художнику Исааку Ильичу Левитану. После «Сахалина» Чехов задумывается о том, что в Москве скучно и хочется каких-то других ощущений. Семье же Чехов дает поручение найти подходящее имение в Полтавской губернии, в Гоголевских местах. Чехов пригрозил семье, что если подходящее имение не найдут, он и едет за границу. Спешно по объявлениям в газетах начинают искать подходящее имение хотя бы в близлежащих областях, в Рязанской, в Московской губернии, и останавливают свой выбор на имение в Мелихове, которое принадлежало художнику-декоратору Николаю Павловичу Сархтяну, служившему в театре Лентовского «Эрмитаж». И вот в такое зимнее Мелихово в феврале 1892 года приезжает семейство. И через некоторое время Чехов искренне думает, что имение будет продано с аукциона. Настолько много проблем выявилось. Но потом как-то слюбилось, стерпелось, и практически семь лет семья проводит в этом богоспасаемом месте. В Мелиховские годы Чехов занимается далеко не только литературой, и иногда на протяжении многих месяцев не может прикоснуться к листу бумаги. Все дело в том, что 1992-1993 годы – это годы наиболее ярких вспышек эпидемии холеры. Чехову приходится организовывать холерные бараки, он берет на себя обязанности земского врача. А в 1897 году, в январе-феврале, когда по всей России проходит первая всеобщая перепись населения, Чехов, который уже неважно себя чувствует, верхушечный процесс в легких дает себя знать, ходит по деревенским избам, переписывает население. И за эту адскую работу он, как и многие, получает темно-бронзовую медаль за труды по переписи. У нас представлена подлинная чеховская медаль с сохранившимся футляром. Она была передана сестрой писателя еще в 1912 году в Чеховскую комнату, первый чеховский музей, организованный в Москве. Нездоровье и смерть отца, которая случилась в Мелехове, заставляют Чеховых искать новое жилище. Врачи советуют ехать на юг. И для того, чтобы заплатить за дачу в Гурзуфе, и для того, чтобы начать строительство Белой дачи, Чехов вынужден продать права на свои произведения. Я продал свои права Марксу, Адольф Федорович Маркс, известный немец-издатель, публиковавший и издававший журнал «Нива», приложением которому и вышло полное собрание сочинений Чехова. Ну и вот Чехов говорит, я продал свои права Марксу, могу ли я теперь считаться марксистом? Все понимали в то время. Маркс заплатит 75 тысяч. Деньги для конца 19 века довольно-таки большие, правда в начале века оказалось, что уже не такие большие. Платит он не единовременно, не единоразово, а по частям. Однако этой суммы хватает для того, чтобы начать и закончить постройку дома, где пройдут последние годы жизни Чехова, где будет довольно-таки много приятных встреч, много знакомых писателей и музыкантов. И это дом, где жизнь не будет прекращаться никогда, потому что домом продолжает владеть сестра Мария Павловна, и именно она организует там первый Чеховский музей в 1921 году. В Крыму происходит несколько встреч Чехова со Львом Николаевичем Толстым. Конечно, нашим современникам известны не первоисточники, не эти маленькие фотографии Софьи Андреевны, а большой фотомонтаж, сделанный Петром Андреевичем Сергеенко по негативу Софьи Андреевны Толстой. И здесь оставлены только Чехова и Толстой. Возможно, как раз во время этой встречи Толстой и говорит Чехову известные слова, ставшие литературным анекдотом. «Антон Павлович, вы знаете, как я не люблю Шекспира, но ведь ваша пьеса еще хуже. Если Шекспир берет своего героя за шиворот и ведет его к намеченной цели, то куда с вашими можно дойти? От дивана, на котором они лежат, до чулана и обратно. И при всей анекдотичности, сказанного Толстым, нужно отметить, что старик увидел то, что теперь мы называем новаторством чеховской драматургии. Отсутствие внешнего действия, сосредоточенность на действии внутренним, на внутреннем мире героев. Толстой этого не принимал, но для него это было чуждо в пьесе, а зритель, как получается, через какое-то время распробовал этот ход. Ну вот, наша экскурсия подошла к концу. Мы всегда рады вас видеть в гостеприимном, уютном чеховском доме, где по-прежнему звучит музыка, где играются спектакли, где звучит чеховское слово на чтецких вечерах, и где, конечно, всегда по-чеховски многолюдно. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова